Северная Америка под новым ударом стихии. На юге континента землетрясение. В Гватемале десятки жертв. Сальвадор и Никарагуа готовятся к эвакуации. А к восточному побережью США приближается новый ураган. Стихия словно специально сделала перерыв только на президентские выборы. Максим Уразаев об американских бедствиях. Мокрый снег и ледяные дожди. Порывы ветра более 100 км в час. О новом урагане на востоке США люди были предупреждены. Но огромные волны вновь вызвали панику. Меня охватывает ужас. Океан, он такой же неспокойный, как в прошлый раз во время урагана Сэнди. Но я надеюсь, что на этот раз нас спасут песчаные дюны. Синоптики успокаивают американцев. Новый ураган не такой мощный, как предыдущий Сэнди. Тем не менее, в аэропортах отменены тысячи рейсов. Жители скупают продукты и воду. Власти Нью-Джерси рекомендуют запасти фонари, свечи и спички. Снегоуборочную технику мы подготовили. Но есть опасения, что самой большой проблемой для нас вновь станут аварии на электросети. Так что опять возможны перебои с электроэнергией. Я, конечно, не люблю ситуации, которые невозможно контролировать. Но с погодой, как вы понимаете, совладать нельзя. Совладать с очередным ударом стихии – новые испытания для старых новых властей. В штатах Нью-Джерси около полумиллиона человек до сих пор остаются без электричества. Жителям прибрежных территорий предложили эвакуацию. Но многие отказываются покидать свои дома, боятся мародеров и сами разгребают завалы. Это наши соседи и друзья. А это то, что удалось достать из воды. Детские фотографии, рождественские украшения и альбомы – это все, что удалось спасти. В другой части американского континента эвакуируют выживших. Мощнейшее землетрясение в Готэмале, по последним данным, унесло жизни 48 человек. Из-за сильных подземных толчков рухнули 50 домов. Спасатели разбирают завалы в надежде найти людей живыми. Местные жители покинули свои дома. Возвращаться обратно – бояться. Было очень страшно. Мы с коллегами были на 10 этаже 19-этажного здания. Было ощущение, что оно вот-вот рухнет. Весь офис ходил ходуном. Нам повезло, и мы быстро выбежали на улицу. Два крупнейших города страны в одночасье остались без дорог, воды и электричества. Несколько часов спустя подземные толчки повторились. Метеорологи делают неутешительные прогнозы. Стихия подбирается к Сальвадору и Никарагуа. В ближайшие дни весь Тихоокеанский регион будет неспокойным. Не исключает возможности появления цунами.